4 подарка, которые можно передаривать, не опасаясь последствий. К сожалению, бывают ситуации, когда подаренный презент оказывается неуместным или просто неподходящим. А выбросить вроде как жалко, особенно если он был преподнесен хорошим человеком. Но и в то же время, что с ним делать? Забросить на дальнюю полку и забыть, а может передарить кому-нибудь? По древним приметам передаривать полученные подарки категорически нельзя. Однако современные биоэнергетики все же в чем-то не соглашаются, поскольку даже народная мудрость иногда противоречит сама себе. Итак, давайте узнаем, какие подарки можно смело передаривать. Первое. Подарки, которые еще не взаимодействовали с энергетикой получателя подарка. Такие презенты можно отдать на благотворительность или просто оставить в церкви, но ни в коем случае не преподносить кому-то в качестве праздничного подарка. Второе. Вещи и предметы, которые напоминают о плохом прошлом. Например, какая-нибудь вещица, которая когда-то была подарена бывшим возлюбленным и вызывает негативные воспоминания. Конечно, иногда хочется порвать любимую плюшевую игрушку, сжечь альбом или порезать платье. Однако, лучший вариант – отдать вещь туда, где она точно пригодится. Третье. Подарок, который точно не будет использоваться по назначению. Чаще всего это касается одежды, обуви и даже украшений. Например, подарили обувь не того размера, и понятно, что она никогда не будет использована по назначению тем человеком, кто получил такой подарок. Четвертое. Презент от недоброжелателя. Бывает и такое, что даритель – завистливый и злой человек. Даже если он преподнес что-то ценное и, возможно, даже из банальной вежливости, но от него совсем не хочется ничего принимать. И если с дарителем ранее или в настоящий момент связано что-то негативное, то лучше не стоит оставлять себе подарок, поскольку он действительно может энергетически навредить. А теперь давайте узнаем, что нельзя передаривать. Если вещь вызывает сильнейший негатив или потенциально опасно на энергетическом уровне, например, часы, нож или носовой платок, то лучше вообще оставить затею, даже просто отдать эту вещь кому-то. В такой вещи уже изначально заложен отрицательный заряд, который может навредить и другому. Никогда не передаривают фамильные вещи, драгоценности, украшения, картины и прочее. Их передают следующему поколению, поскольку таким образом удерживается надежная защита духов рода. Конечно, верить или нет в приметы – это личное дело каждого. Но мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. И желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.